В администрации прошло установочное заседание Общественной палаты Славянского района 2-го созыва. Основными вопросами встречи стали окончание формирования Общественной палаты района, избрание председателя и секретаря, утверждение рабочих комиссий и плана работы на 2023 год. Общественная палата Славянского района была создана в 2019 году. В числе ее главных задач – осуществлять взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления, отстаивать интересы и потребности граждан. Иными словами, она нужна, чтобы быть связующим звеном между славянцами и представителями власти муниципалитета. Открывая заседание, глава Славянского района Роман Синеговский отметил, что в числе тех, кто занят в Общественной палате, квалифицированные неравнодушные люди с большим жизненным опытом, их открытость и вовлеченность во все, чем живут славянцы – залог того, что они смогут быть полезными обществу в решении многих важных вопросов. Мы практически независимы друг от друга. И вот чего бы мы от вас хотели, благодаря вашему опыту, который вы накопили в течение своей жизни, профессиональной работы, подсказывать и высвечивать именно те вопросы, которые, наверное, требуют проработки, требуют решения, требуют внимания. И нашего одета, может быть, даже решательства. И, как мы всегда говорим, планы есть, уже и бюджет мы рассмотрели на следующий год, и перспективы увидим. Но очень важно эти планы грамотно откорректировать, исходя из мнений наших жителей, исходя из тех советов, которые вы нам будете предлагать. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко сказал, что жизнь все время меняется, появляются новые задачи, для которых нужно находить лучшие решения. И власть открыта для общения со славянцами, и всегда готова поддержать разумные народные инициативы. Ваш совет, он очень цельный. И будем, конечно, принимать, вот у нас, смотрите, принимаются решения основополагающих районов. И, конечно же, они должны будут опираться на вашу общественную палату. Потому что хоть вы и рекомендательны, но мы будем вам прислушиваться. Я думаю, что у нас будет хорошая, трудная работа. В состав общественной палаты вошли представители общественных организаций социальной направленности, ветераны труда, работавшие в сельском хозяйстве, образовании, в администрациях разных уровней. Возглавила общественную палату второго созыва Наталья Воробьева, имеющая опыт работы более 30 лет. В педагогической отрасли и органах местного самоуправления. Руководители района отметили богатый трудовой и жизненный опыт членов общественной палаты. Поблагодарили их за готовность взаимодействовать с органами местного самоуправления для выработки совместных решений по важным для славянцев вопросам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...